Добрый вечер! 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 У начальника Гомельского областного управления МНС Александр Украинец, который сегодня стал гостем передачи задать пытание Уладе на хвалях радиостанции Гомель+. По часу эфиру размова шла об головных направлениях працевыротовальников ликвидации надзвышанных ситуаций и их попереджения. Керавник областного управления МНС означал масштабы и значность профилактики, которая ведется с уместно разными ведомствами и органами Улады. Это дозволило скоротить колькость пожара у загинувших и потерпелых грамадян. А так само справиться с пожарами у лесах и на торфяниках. Все лето боротьбу за огнем ускладняло засушливое надворье. Не глядяши на это, воротовальникам с уместно с работниками лесной господарки Гомельшины удалось не допустить великой шкоды. На сегодняшний день 75 человек погибло, несмотря на то, что снижение, нельзя мириться с этими потерями, поэтому проводится огромный комплекс работы. Сейчас у нас уже начался осенне-зимний период. Большое внимание было уделено подготовке печного отопления. Порядка 97% всего печного отопления было приведено в норму. Сегодня у Гомеля отбылась акция «Право на здоровье», подчас какой особо беспелного места жихарства могли пройти флюорографичное обследование. Мероприемство двойши на год проводить областная организация Белорусского товарыства «Шервоного крыжа» суместно с установами охоты здоровья и управлением внутренних справ. Но даже на протягу сяго года бездомные могут прийти с доветкой о пройденной флюорографии и отримать необходимые речи, ежу в опротку и додатковую медицинскую допомогу. Дарыши на некольки десятков проведенных по час акций обследований взвышайно выявляется один выпадок хворобы. Громадяне с подозрениями на захворование доставляются в областную туберкулезную клиническую больницу для дальнейшего обследования и ляшения. Книги у белых халатах. Под гэтой назвой у Вежи Палаца Румянцевых и Паскевича працует выставочный проект, який объедна уредки стародавниевых данней, присвященной медицинской тематице. В экспозиции больше как 100 книг, некоторые из них убачили свет с того дня тому. В Вазе Наведвальникову проставили энциклопеды и доведники от Оксама Переодыку, яка отруковалась в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. Больше как половые экспонаты, передаденные для выстав из музея редкой книги областной библиотеки имя Ленина. Остальные выходят у фонды Палацево-Паркового ансамбля. Выставка будет любопытна не только. Исключительно медикам и студентам медуниверситета, это, кстати, учебные пособия у нас тоже имеются. Выставка будет интересна также простому обывателю, поскольку мы старались представлять книги наиболее интересных разворотах. То есть это либо какие-то увлекательные иллюстрации, в том числе некоторые интересные статьи здесь представлены. Так что я думаю, что каждый отзвёт для себя что-то, что его, безусловно, заинтересует и привлечёт внимание, заставит остановиться у витрины и рассмотреть что-либо подробнее. В первую очередь у Гомель приехали легендарные индийские слоны, выхованцы дрессировщиков церковой династии Ертнеров. С программой «Магия отсюда» яны пробудутся в городе над Сожем до 29 листопада. В проекте принимают удел заслуженные артисты разных краин и переможцы сусветных фестивалей церкового мастатства. Яны продемонструют уникальные номеры. На передо дни премьеры у Гомеля с артистами сустрелись Ганна Ковалёва. Незвычайных гостей сустрелись у працовники гомельского цирка. Каштонный груз, який вважит 12 тонн, прибыл с Гродно. Сустрежа слонов с гомельской публикой отбудется уже в эту суботу. В амолные працовные книжцы этих слонов в середнем коле 50-ти годов церкового стажу. Своими навыками яны обвязаны династии Ертнеров. Браты крестьян и Алекс – дрессировщики в пятом поколении. Под их героевництвом четвероногие артисты представить неколькие трука у тымлику с непоспешными элементами. Очень интересный трук, который у нас есть, который брат лежит на землю, и слон будет лежаться наверху от него. Значит, полные четыре тонны от слона, весь, будет лежаться и осторожно будет лежать, чтобы не трогать его. Это самый сложный трук, который у нас есть. В первый раз крестьян вышел на манежу 7 месяцев. Докладнее его вынес слон, обхопивший хоботом. Про шмат годов этот штук он полторы уже со своей дочкой. Этых слонов бачила публика Франции, Испании, Китая и широку инших краин. Как доставить их с места на место, выкорастовывают специально обсталяванные фуры. У рационе живел Гародни на сено и белый хлеб. Але самая любимая страва – это цукар. У день яны могут съедать до килограмма. Их же коллеги по программе – крокодилы Вова, Мотя и Йена – отдают перевагу живой ежи. К тому для беспеки глядачу яны выйдут на манеж у намысниках. На мне надета Люся, тигровый питон. Это моя любимица. Она одна из первых со мной работает. Она работает со мной с 2003 года. Вы видите, она как раз очень хорошего характера. Сразу хочу сказать, чтобы люди понимали, не бывают животных не агрессивных. То есть вот такая вот змея в состоянии заглотить среднего размера курицу. Удовжение Люся досягает 2,5 метров. Иншими словами – 38 попугайов. А кроме выступления с тигровым питоном, Марина Новоселова представит номеры с бордовскими догами. На сегодня это один и приклад. У свете церкового представления со сграей аховных собак. А кроме этого гомельский глядачу Дрессированный голубой клонский дует унуки лейтенанта Шмидта и лазерное шоу. После гомеля эту же программу будут все строкать в Казахстане. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин